Быть вожатым это очень интересно. И как бы в будущее время я хочу сюда приехать и устроиться вожатым. Вожатые они добрые, они все время помогают нам. У вожатых сложная работа, потому что они должны бегать за детьми, чтобы они не потерялись. Какой ребенок в летнем лагере не мечтает стать вожатым? Оксана Матвеева свое детское желание сделала реальностью. Вам нужно связать шнурочки между собой и на время их потом развязать. Объявление о наборе в школу вожатых девушка увидела участь в Академии управления и права. Сразу подала заявление. С тех пор все каникулы будущий менеджер Оксана проводила в любимом лагере. В этом году в феврале я официально устроилась сюда педагогом на постоянную работу. Также с детьми, только тут уже и вожатые у тебя вроде под крылом. То есть ты уже их наставляешь, где-то подсказываешь, где-то что-то помогаешь. Теперь в планах у девушки получить второе уже педагогическое образование. Такие кадры для любого лагеря на вес золота. Молодые опытные специалисты хорошо знают традиции, любят свою работу и отдаются ей сполна. Профессия вожатой с этого года, она вообще попала в трудовой классификатор. Сейчас это профессия, и этому тоже нужно учиться. Поэтому в Тюменской области у нас свыше 10 лет мы ведем очень плодотворную работу именно по подготовке вожатских кадров. Чтобы работать даже с небольшим отрядом, нужно быть человеком ответственным, творческим, уметь разрабатывать мероприятия, знать детскую психологию, санитарные и даже юридические нормы. Часто из хороших вожатых получаются умелые руководители. Правда, покинуть родной лагерь совсем непросто. Думаешь, вроде уже вот надо переходить, можно уже в город переехать, оставить это все, но понимаешь, что дети, они с года в год приезжают, дети растут, и как бы думаешь, как вот они приедут, а меня не будет здесь. Ну, это неправильно. У Кирилла Бутусова работа вожатым давно в прошлом. Несколько лет подряд он проводил лето в детском лагере у моря. Раньше руководил отрядами и сменами, теперь трудовыми коллективами. Работа с детьми – это в первую очередь же педагогика, это психология, когда ты можешь найти общий язык с маленьким ребенком, который уехал от мамы, с папой. Вот здесь этот момент, когда ты, особенно в конце смены, видишь, как ты смог раскрыть ребенка, да, то есть как он доверился тебе. Если это ты умеешь сделать с маленькими детьми, то со взрослыми у тебя не будет никаких проблем. А возраст и не так уж важен. Главное в душе всегда оставаться молодым. Анастасия Макеева, Дмитрий Бурматов, Евгений Доценко. Тюменское время.